В самый разгар войны в Афганистане около 6 миллионов женщин и детей покинули страну, тогда как мужчины остались воевать. Позднее эти дети-беженцы были подвергнуты пакистанским духовенствам идеологической обработке и превращены в Талибан. Спустя десятилетия юноши Талибана вернулись домой, чтобы воплотить в жизнь свои фанатичные идеи о создании исламского государства. Итак, давайте детально поговорим о социальной эволюции Талибана. Ролик взят для перевода с канала Кеспен Репорт. Советские войска имели подавляющее превосходство на поле сражения. Их танки, истребители и артиллерия быстро расправились с антиправительственными силами, называемыми маджахедами. Однако, несмотря на количество выигранных советской армией битв, она проигрывала войну в целом. У маджахедов не было центрального командования и единой организации, и эта децентрализованная структура означала невозможность дипломатического решения вопроса. Они никогда не вступали в ожесточенные бои, предпочитая сражаться только тогда, когда у них было тактическое преимущество. Так партизаны могли нанести удар в любой удобный момент, а затем отступить в горы. Советские танки и бронетехника не могли пробиться к возвышенностям из-за непроходимости горных троп. Даже советские истребители были бессильны, потому что маджахеды использовали в качестве системы раннего предупреждения птиц. В тот момент, когда взлетали большие стаи птиц, партизаны распознавали угрозу и уходили в убежище. По сути, советские солдаты воевали с призраками, и в большинстве столкновений они оказывались переиграны. На раннем этапе конфликта советская армия в основном стреляла по камням и грязи. В такого рода войне практически всё советское вооружение было бесполезно, за исключением боевого вертолёта Ми-24. Его прочная броня могла выдержать артиллерийский обстрел из малокалиберного оружия, тогда как сам вертолёт парил в воздухе, словно ангел, поражая вражеских бойцов большой винтовой пушкой. Однако, как только американцы начали оснащать маджахедов переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger, игра была окончена. Всё предрешила экономика. Стоимость Stinger составляла менее 40 тысяч долларов, тогда как на производство боевого Ми-24 требовалось 10 миллионов долларов. И довольно скоро афганцы начали сбивать с помощью нового вооружения один или два вертолёта в день. К 1985 году советское руководство осознало нерациональность используемой им военной стратегии. Бороться с маджахедами с их новым оружием было трудно, но ещё сложнее было идентифицировать их, поскольку они выглядели как обычные афганцы из сельской местности. Помимо этого, большую часть войск маджахедов составляли фермеры и крестьяне. Когда они не сражались с советскими войсками, они вспахивали поля, вступали в браки и занимались своей повседневной жизнью. Понимая своё затруднительное стратегическое положение, советское военное руководство разработало совершенно новую доктрину ведения войны. Поскольку было сложно различать партизан и афганцев из сельской местности, было решено воевать и с теми, и с другими, как с полноценными участниками боевых действий. Никем иным, как будущим лауреатом Нобелевской премии мира Михаилом Горбачёвым, был разработан план массового переселения. В последующие годы бесчисленные деревни подверглись бомбардировке, промышленные объекты были закрыты, скот был расстрелян с воздуха, на сельскохозяйственные угодья сбрасывались мины и так далее. Многие из этих мин всё ещё остаются в земле, из-за чего для пахоты доступно ещё меньше территорий. Только за первый год реализации этой смертоносной доктрины погибло более миллиона афганцев. Пожалуй, самым безжалостным стало использование советских мин игрушек. Они были разработаны специально для привлечения детей, но мины были способны только покалечить. Теоретическим обоснованием таких действий было то, что пострадавшие семьи не смогут оказывать дальнейшее сопротивление. Война была такой. Конечной целью было вытеснение жителей сельской местности в городские районы, которые контролировались советскими войсками. Население Кабула при этом возросло втрое, однако большинство афганцев, более 6 миллионов человек, бежали из своей страны в соседние Пакистан и Иран. Подавляющую часть беженцев составляли дети. Запомните этих детей, потому что однажды они вернутся домой. Беженцы покидали дома неполными семьями. Женщины, дети и старики бежали, тогда как мужчины оставались в стране, чтобы ее оборонять. Людям боеспособного возраста давали в руки винтовку и направляли их навстречу врагу. Афганцы уже знали, что такое сражение, но с такой войной на истребление они столкнулись впервые. Для них это была уже не война против иностранного вторжения, а война за собственное выживание. Так как семьи оказались разделены, Афганистан превратился в страну без женщин и детей. И это стало переломным моментом. Насколько бы патриархальной не была афганская культура, семейные узы сдерживали жестокое и агрессивное поведение. Мужчины были достаточно грубы, однако интуитивно демонстрировали признаки гордости, привязанности, щедрости и защиты. Разлученные со своими семьями на годы, афганские бойцы стали эмоционально нестабильны. Большинство маджахедов находились в одной компании с другими взрослыми мужчинами в самых суровых условиях, которые только можно представить. Война меняет людей, и в Афганистане она изменила миллионы. В пакистанском городе Пешавар этнические пуштуны организовывали сбор средств, собирали оружие и вербовали добровольцев для участия в боевых действиях на стороне своих братьев в Афганистане. Вскоре появилось более 80 группировок, утверждавших, что они сражаются за священное дело. Когда пакистанское правительство узнало о массовом движении, межведомственная разведка, сокращенно МВР, взяла ситуацию под свой контроль. До этого МВР была относительно небольшим игроком в пакистанской политике, но с огромными ресурсами, поступающими из Соединенных Штатов и Саудовской Аравии для финансирования военных действий в Афганистане, МВР быстро поднялась на вершину политической пирамиды Пакистана. МВР распределяла деньги, оружие и добровольцев среди своих фаворитов в пакистанских группах, которые затем переправляли их через границу в Афганистан. Каждая из пакистанских групп претендовала на лидерство среди остальных, и каждая из них пыталась доказать свою преданность афганскому делу, предаваясь более радикальным исламистским концепциям. По мере того, как война в Афганистане затягивалась, пакистанские группы становились все более фанатичными, до тех пор, пока экстремизм не стал для афганских маджахедов новой нормой. К 1988 году советская военная машина больше не могла оставаться в Афганистане и отступила. Советские войска буквально бросили своих афганских коммунистических союзников на произвол судьбы. Правительство в Кабуле отчаянно пыталось достичь мирного соглашения, но попытки не увенчались успехом. Было пролито уже слишком много крови, и без советской поддержки у правительства в Кабуле не было рычагов влияния для ведения переговоров. У них все еще было достаточно советской военной техники для того, чтобы продолжать войну, однако в 1992 году все окончательно рухнуло. Силы маджахедов захватили Кабул и свергнули коммунистическое руководство. Однако, оказавшись в Кабуле, группы маджахедов стали конфликтовать друг с другом. Они начали занимать разные части города и выпустили друг по другу тысячи ракет. Боевые действия разделили Кабул на части. Половина столицы была разрушена до основания. Похожая участь постигла и другие города, где конкурирующие маджахеды нацелили винтовки друг на друга и воевали, чтобы закрепиться на своих владениях. В конце концов, то, что советские войска делались с селами, афганцы сделали с городами. Довольно скоро хаос охватил весь Афганистан, поскольку на всей стране возникли полусуверенные области, установившие контрольно-пропускные пункты на уцелевших участках дорог. Помните тех детей, о которых мы упоминали ранее, покинувших свои дома из-за советской стратегии по уменьшению численности сельского населения? Что ж, эти годы были для них нелёгкими. Детство, проведённое в лагерях беженцев – это не детство. У большинства этих детей не было отцов, и всё, что они знали – это бедность. Считается, что примерно три четверти пакистанских лагерей беженцев составляли лица в возрасте до 15 лет. Целое поколение афганских детей выросло в этих лагерях. Единственным выходом из этой ситуации стали пакистанские медресе. Это были религиозные школы, предоставлявшие бесплатное образование. Они придали детям некое чувство нормальности, повседневности и того, что они могут на что-то рассчитывать в будущем. Школы управлялись священнослужителями, подчинявшимися непосредственно исламистским партиям в Пакистане и тесно связанными с МВР, в то время как их финансирование в основном осуществлялось богатыми саудовскими семьями. Более двух тысяч таких медресе действовали в Пакистане у афганской границы и в этих школах обучались примерно 220 тысяч детей. Несложно понять, к чему это привело. Беженцы-дети были практически изолированы от внешнего мира и им постепенно привили ваххабистскую веру. Студентов заставили поверить в то, что им суждено спасти мир от зла. Зло представляло собой все то, что им до этого было незнакомо. Многие из этих медресе обучали не только религией, но и боевым навыкам, чтобы их студенты смогли воплотить свои апокалиптичные концепции в жизнь. Эти студенты стали талибаном. На арабском слово талибан означает студенты. В афганском городе Кандагар группа молодых людей под предводительством священнослужителя талибана по имени Мула Амар захватила несколько районов, ранее находившихся под контролем маджахедов. Для местных жителей это была желанная перемена. Многие небольшие группы маджахедов занимались вымогательством, запугиванием и совершали репрессии. С приходом талибана, напротив, насильники были повешены, воры лишились конечностей и другие преступники были наказаны похожим образом. Талибы могли показаться многим афганцам вестниками стабильности и порядка, в отличие от маджахедов. События в Кандагаре привлекли внимание пакистанских служб безопасности. Вскоре МВР предоставила быстрорастущим силам талибов оружие, финансирование и начала осуществлять дополнительную подготовку. К 1994 году талибы ликвидировали контрольно-пропускные пункты маджахедов на афгано-пакистанской границе, что открыло доступ товаров на афганские рынки. Цены были также снижены, поскольку дорожные сборы были отменены. После этого талибы полностью взяли Кандагар под свой контроль и завладели артиллерией, танками, вертолетами, бронетранспортерами, радиооборудованием и сотнями грузовиков с оружием, боеприпасами и деньгами. Тем временем Пакистан открыл свои лагеря афганских беженцев, позволив потоку студентов-талибана хлынуть в Афганистан. Поначалу афганцы приветствовали талибов, поскольку до этого местные жители находились в постоянном страхе перед бандитами-маджахедами. Афганцы отчаянно нуждались в том, кто сможет спасти их из этого положения, и талибан пришел им на помощь. После взятия Кандагара талибы выбили маджахедов из таких городов, как Газни, Вардак, Лагар и т.д. К 1995 году они захватили Герат и уже шли на столицу страны Кабул. В конце сентября 1996 года жители Кабула обнаружили, что их улицы патрулируются молодыми людьми в черных тюрбанах. Талибы выглядели столь же чужеродными, как и русские. Они говорили на другом диалекте, получали образование в другой стране и являлись потомками семей беженцев середины 80-х годов. Как только талибы закрепились во власти, их истинные намерения всплыли на поверхность. Отныне женщинам запрещалось принимать участие в общественной жизни. Воры по-прежнему лишались конечностей. Музыка, фильмы и даже фотографии были запрещены. Театры были превращены в мечети. Видеомагазины были сожжены, телевизоры разбиты. Азартные игры оказались вне закона. Домашние животные запрещены. Празднование неисламских праздников было признано уголовным преступлением. И даже традиционные афганские обычаи, такие как запуск воздушных змеев, были запрещены. Все мужчины и женщины должны были носить одежду в соответствии с законами шариата. Бороды стали обязательными для мужчин, и любой, кто не молился в установленное время, подвергался наказанию. Да, Афганистан стал тоталитарным государством. Большая часть мира закрывала глаза на деятельность талибов, прежде всего потому, что события, происходившие в Восточной Европе, были важнее. Американские политики мало знали о Талибане, и многие верили, что в конечном счете они превратятся в государства по типу Саудовской Аравии. В Белом доме не придавали этому особого значения. Но все быстро изменилось в 1998 году, когда арабо-афганская группа маджахедов под названием Аль-Каида объявила войну Соединенным Штатам. Американские законодатели были застигнуты врасплох и попросили своих пакистанских партнеров разобраться с ситуацией. Однако к этому времени пакистанцы уже утратили свое влияние на Талибан. В действительности оказалось, что поощрение талибами пуштунского шовинизма поставило под угрозу территориальную целостность самого Пакистана. Политические деятели МВР не смогли предвидеть эту социальную эволюцию. Кроме того, многие из ниже стоящих агентов межведомственной разведки годами работали со своими партнерами-талибами и стали проявлять личные симпатии. Помимо того, что эти агенты МВР были патриотами Пакистана, они были еще и членами Талибана. Пакистанское руководство осознало, что оно создало монстра. Инфекция талибанизма уже поразила низшие чины МВР, и правительство в Исламабаде отказалось принимать какие-либо меры против талибов, опасаясь, что агенты МВР более низкого ранга не будут подчиняться приказам и, возможно, даже совершат государственный переворот. Такой поворот событий предоставил талибам свободу действий, а талибанизм или пуштунский шовинизм охватил всю афганно-пакистанскую границу. Талибан теперь мог делать все, чего желал. Лидеры маджахедов были ликвидированы, статуи Будды в Бамиане, датированные VI веком, были уничтожены, а Мула Амар из талибана сделал строгое предупреждение пакистанскому премьер-министру, что если он не принудит своих граждан жить по законам шариата, то столкнется с внутренней нестабильностью. Что касается талибов, уже ничто не могло их остановить, и это стало еще более очевидно после атак 11 сентября, когда Афганистан вновь оказался в центре всеобщего внимания.